Сегодня в Москве открылся первый международный финансовый форум. Как отмечают специалисты, это новая публичная площадка для профессиональной дискуссии, сфокусированной на проблемах экономической политики, общественных финансов и сфер регулирования полномочий Минфина России. Ключевая тема форума – финансовая стратегия России, курс на рост. В работе форума приняли участие представители крупнейших финансовых организаций, экономисты, эксперты, руководители регионов России. Среди участников – глава Чувашия Михаил Игнатьев и министр финансов Светлана Янилина. Повестки форума – динамика долгового рынка, проблемы налоговложения нефтяной отрасли, стратегия развития накопительной системы, реформа государственного управления и другие вопросы. Отдельное внимание уделено особенностям экономической политики субъектов России. Первый Московский финансовый форум заложит традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных совместных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашии зарегистрировала депутатов Госдумы и рассмотрела вопрос передачи мандатов депутатов Госсовета Чувашии. Свои мандаты передали избранные депутатами Государственного совета лидеры региональных партийных групп Михаил Игнатьев, Валентин Шурчанов, Владимир Жириновский и Олег Николаев. В их личных заявлениях звучит отказ от места в местном парламенте. Депутатами республиканского парламента стали Андрей Александров от «Единой России», Григорий Данилов от КПРФ, Надежда Петрова и Вячеслав Соловьев от партии ЛДПР и Сергей Семенов – представитель «Справедливой России». Кроме того, Леонид Черкесов и Анатолий Аксаков – теперь зарегистрированные депутатами Государственной думы России седьмого созыва. Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос об их регистрации на основании результатов выборов в Канажском и Чебоксарском одномандатных округах. Кроме того, Леонид Черкесов написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы города по собственному желанию.